привет мои дорогие с вами людмила хамула если честно даже не знаю как это видео назвать так сказать обозвать у меня тут я снимала видео провал года и оказалось провале года пищевые добавки которые для очищения для программы к похудению объясню почему провал года до впоследствии в видео думаю туда я не буду включать это в косметику думаю пищевые добавки другое видео до включу но тут их мало и видео будет короткая я все-таки решила сюда включить вот это вот очищающие травяные сборы потом программу похудению и заодно расскажу про мою вот болезнь до недавнего ну такое знаете видео болтологии еще хотела вообще видео снять знаете какой что меня бесит но там нужно подготовиться да там надо выписаться ну конечно такого формата как просто порассказывать я могу но я может быть половина и упущу да хотелось бы выписать и сказать что меня вообще в принципе бесит в блогерстве бесит в жизни да ну какие-то мои жизненные принципы вот такое видео хотела снять но сегодня я уже навряд ли его успею снять хотя посмотрю просто время уже 6 час у нас уже темнеет качество видео съемок будет хуже возможно потом попозже и сниму так ну давайте на мне помада hd color такая вот помада в артикуле 40 208 то вот фуксия я в каком-то видео показывала она похожая была розовая там она назад я назвала фуксия нет там розовая с любовью а вот это вот но и артикул назвала а вот это вот фуксия они чем-то похожи просто это холоднее оттенок тут теплее обе я медуяркие такие сочные этой помадой я исключительно пользуюсь только летом вот прям хочу я сочных оттенков и на видео иногда так давайте сначала я расскажу про похудение вообще в принципе что и что я думаю опять таки я хочу свой отзыв оставить да это мое мнение мое наблюдение моя как бы ну мое наблюдение мой отзыв до мое мнение ни в коем случае я не советую я не врач не диетолог не что не никак ни в коем случае то есть ваше мнение там согласиться можете не согласиться со мной я в принципе в комментариях это приветствую когда критика конструктивно то есть оппонент оппонент мне доносит свою какую-то информацию я выслушаю а согласиться не согласиться это как говорится дело каждого в общем все началось с того что я просто чисто самостоятельно без каких-либо диет сбросила 5 килограмм вот сейчас мама даже заметила что я похудела но по мне не видно что я похудела по той простой причине что чтобы видно было похуй чтобы я похудела килограмм 20 сбросить что видно было ну как минимум 10-15 я не заметила но я стала по одежде видеть и по как это объяснить вот 5 килограмм сбросишь а я не взвешивалась и 5 килограмм сбросишь уже чувствуешь и по легкости понимаете легкость движения я немножко у меня после болезни в ноябре месяц в общем я устроилась да на работу вы знаете или стала более активно это тоже способствовало питание у меня не изменилась такой же но на работе естественно у меня питание такое неполноценное то есть то покушают то не покушают конечно не есть хорошо это плохо потом в ноябре месяце вообще перестала какой-то знаете язык у меня курицы в общем курицу ненавижу всей своей душой я не знаю не люблю сейчас ее на дух не переношу вообще не переношу на дух сейчас после болезни к мясу стала вообще отрицательно относиться мне кажется на все воняет и все невкусно мясо все вегетарианка что ли быть уже кулья уже не кушаю но у меня такой принципиальности нет быть вегетарианка все-таки из мяса мы получаем какие-то полезные макро и микроэлементы да но мне просто не хочется вот сейчас в течение месяца я ем просто жареную картошку вот ем жареную картошку все жареные яйца жареную картошку все я даже если какие-то булочки пирожки там на работе покупаю да ну как там чай попить это у меня какой-то вот бывает отвращение к этому видео пока к жареной картошке нет отвращения и к яйцам итог яйцам не всегда бывает яйца тоже с каким-то запашком отвращение в общем все у меня вот с декабря месяца как переболела все началось вот это вот какие-то пристрастия в еде поменялись вы простите на бой дернула конечно я скорее всего сбросила из-за того что елки-палки куда ты поехала то что я активная стала дату я три года сидела конечно я не активно было сейчас я активно то что на работу хожу все-таки физическая какая не крути нагрузка и в общем смотрите я до этого все ну я не буду так подробности даваться да я в общем много-много постоянно раньше сидел на каких-то диетах какое-то раздельное питание порцию уменьшала потом правильную еду кушала в общем как то так мне это на меня это не работает вернее она работает но я потом срывалась и кушала так как обычно сейчас я кушаю исключительно столько сколько хочу но еду я не кушаю понимаете мне может быть ты чё не кушаешь вообще перестала кушать я буду я ем же ты одну картошку кушаешь вот я кушаю одну жареную картошку соленую капусту соленые огурцы жареную картошку это на протяжении вот месяца прошлого месяца уже в декабре я имею ввиду вот январь уже в ноябре вот такое было он как вообще перестала кушать понимаете я сначала не обратил внимание потом да мне перестала быть милая еда я не получаю удовольствие от еды я в принципе так всегда любила самую простую еду но я перестала удовольствие от еды получать я не знаю с чем это связано могут от болезни так у меня болезнь да я сейчас это коснусь повлияло на меня на мой организм повлияло многие пишут вы там себе на придумывали какая-то депрессия не депрессия вы пожалуйста девочки не уменьшайте как это сказать не ни в коем случае не судите и вы же не знаете как на самом деле это может быть у вас так а вот у других по-другому я допустим тоже у меня муж часто раньше болелась она в прошлом году позапрошен короной чуть что корона чуть что корона болел постоянным эти иммунитета как такового не было и он всегда он когда болеет мужчина узнает 37 уже при смерти все он закройте шторы дайте мне ручку завещали напишу да он так болел а мой мужчина так вообще он но и у но и тому стонет плохо я бешусь я жестокая в этом отношении я всегда знаете не надо раскисать все будет хорошо терпит и мужик тем более какого фига ты тут разнылся вот такая вот тут я на своей шкуре поняла я конечно когда болею не ною я не показываю что я болею но у меня внутри сопротивление идет вот сопротивление того что я не хочу видео снимать что я еду не хочу кушать понимаете но я ее кушать того что откуда тоже энергию надо брать вот я кушаю жареную картошку и яйца жареные все я перестала не то что ощущать вкус и запахи все ощущаю я перестала это от этого удовольствия получать как раньше раньше любила на завтра колбасу сейчас что не возьмет колбасу все какой-то г ну вот не нравится все сосиски колбасы сыры насколько я сыры любила но не могу я их кушать и все ну давайте я уж не буду повторяться в общем я емку яйца жареные и жареную картошку уже в течение месяца ну конечно что-то еще закидываю в топку так сказать но удовольствие от этого не получаю поэтому я стараюсь это не закидывать и соответственно из-за этого я похудела вот представляете ну то есть я практически все убрала из своего рациона кроме жареной картошки ну и жареных яиц все остальное я убрала и получается хотя я могу жареной картошки но хлеб я кушу хлеб я ем там булки я ем но не прям так много но хлеб я могу жареной картошка особенно селедку терпеть ненавижу селедку раньше любила сейчас не люблю не знаю с чем связано вот это все началось с ноября месяца наверное серединки я перестала в общем дома кушать муж говорит ты вообще ничего не ешь ну какая экономия не хочет мой организм принимать еду но при этом я чувствую вот все болезнь от меня ушла депрессия от болезни ушла у меня прилив сил прилив энергии они в коем случае не слабо вот когда после болезни сама болезнь протекала вообще ненормально в общем смотрите у меня как болезнь начинается у меня болезнь начинается сначала горло болит вот это першение нос закладывает и чих постоянной температура не температура бывает и не бывает и потом это все переходит в очень длительный длительный кашель я долго потом кашляю в этот раз у меня горло вообще не болело какой-то вот был дискомфорт но это не болезнь я же знаю как горло болит вот что-то неприятно было но не болело горло это первое что какой симптом и сразу ну я не придала этому значения и в этот же день на работе у меня вот здесь вот в затылке как будто отбойным молотком били понимаете и сразу ломка костей я сразу поняла что у меня температура ломка костей у меня температура в общем не стало там ну я же на работе была градусника нету пошла сразу купила портамол выпила легче было пришла домой ночью морозила меня все как положено пластыри приложила чем я лечилась а вот я чего хотел сказать пластырями я лечилась а детокс брызгала в спрей я не принесла с собой потому что тут у меня особо нечего-то рассказывать чем я лечилась портамол просто на работе я выпила купила вот эти рассасывающие сосульки от кашля забыла как называются в аптеке там их много продают пластыри детокс дома от температуры и боли утоляющая да спрей эксперт в которой гель с пребиотиками и вот живицу потому что это живицу я не самого начала напила потом когда заказ у меня просто ее не было в наличии заказ сделала на фаберлик и потом пришла но она уже пришла ближе к концу моей болезни болела ну и вот и дальше слушайте на работе вот это я протестамол выпила мне легче стало все домой пришла дома я болела два дня температуре ла кашля ничего не было горло не болело просто температуре ла на следующий день я вышла на работу как огурец ничего не болит ну господи как меня болезнь-то отпустила пришла на работу и пошел у меня этот чих я исчихалась а на работе понимаете я маску естественно работала в маске работала чтобы не заразить никого я все мы белизной все это мыли полы я монарды брала из дома спрей монарда брызгала воздух распыляла да чтобы не дай бог как-то не поспособствовать чтобы другой кто-то разился да я если чихала у меня постоянно был с собой платочек я это все закрывала успевала но по целый день чихала вот на работе целый день чихаю 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 господи какой-то обратный эффект причем это началось просто как я заболел уже вот вышла здорово и на следующий день я начала чихать все отчихалась а домой пришла ночью отчихалась на следующий день опять как огурец что это было какое-то вы знаете поболела перестала поболела перестала и потом на меня напала депрессия праздник новый год я никогда в своей жизни так новый год не отмечал я всегда накрывала столы в этот раз мне вообще ничего не хотелось я не муж муж у меня как я не хочешь не надо будем кушать то что ты приготовишь но я тебе помогу что у нас была у нас на ногу жареная картошка была я единственная печеночный торт сделала салат грибы со спаржа я поела немножко с майонезом не нравится этот салат и вот я его немножко поела это немножко и немножко приготовила печеночный торт тоже немножко поела все это немножко жареной картошки ела когда я новый год отмечала без спиртного в этот раз мне даже муж уговорил который не пьет я извините пью на празднике пью там с компанией встречаясь пью до с друзьями встречаясь пью выпиваю ну бывает и пью я говорю я не хочу ничего даже сок не купим для гоносок то покупает и шнера буш я говорю не хочу хочу шампанского у нас не будет на новый год я говорю я не хочу андрей ты же говорю не пьешь зачем тебе как новый год без шампанского у меня даже не пьющий муж удивился его ну давай ладно бутылочку купим кое как я этот пол бокала растянула я короче в одиннадцать уже легла я говорю андрей у меня сил нету я хочу отдыхать я не знаю как встречи двенадцать он говорит ну спи я тебя в двенадцать разбужу ну мы поели жареную картошку на новый год вы представляете я всегда столы накрываю поверьте мне у меня все всегда на столе есть у нас а ну и сыр колбаса у нас была но я ничего не ела потому что у меня муж это ел что даже сыр колбасу не ешь я не хочу я не хочу не ем ну и короче это он был удивлен он до сих пор удивлен что я ничего не ем кроме картошки жареной вот соленую капусту слава богу там соленые огурцы и и он без без 2 12 орет мимила давай вставай там шампанское открыл давай выпьем ну давай вот я вот извините за подробности в трусах как спала я уже спала стала с ним стукнулась выпила еще там что-то там в рот закинула один грибочек по моему с аспаржи которые салат с грибами и легла спать и я спала муж у меня там с родственниками разговаривал но в другой комнате чтобы меня не тревожить вот весь новый год потом я уже в себя 1 числа я дома была не дома вот я не помню первое что я делала а первого мама на работе муж у меня на сутках мама у меня рядом работает я с к ней зашла на работу мы с ней ну просто чай попили но мне ничего не лезло чтобы она конфеты брала я ничего не хочу ничего не лезет просто хотя бы хотя до этого 31 к ней сходила я 31 ходила племянников поздравляла они бабушки к маме моей пришли ну брат с племянниками приехал я была и но мы как бы немножко посидели я вот съела у нее один пирожок она пирожки детям делала дети любят пирожки с картошкой мама моя делала я один пирожок съела и мы там еще немножко шампанского выпили чуть-чуть он что-то ничего не пишет давай у меня говорит есть извините за таки подром самогонка я бы мам не хочу я вот мне не лезет и все ну в итоге вот в общем пришла домой ну я уже вам рассказала свою и 1 человек маме зашла на работу приходи как мне скучно никого нету она у меня как бы будем говорить сторожда охраняет там технику в парке там строили парк вот она технику там охраняет это скучно быть никого нету приходи я гнула ну пришла вот часть не попила все первое домой пришла 2 3 я работала 4 я отдыхала и 5 вот я пошла мама я и племянники пошли мы уже уже как-то более надо думать себя собрать что ты не раскисай думаю тряпка соберись праздники же новогодние но я проводила время с семьей я ходила вот на елку мы ходили мы ходили в кукольный театр мы в кафе с детьми ходили в два кафе пошли 5 6 7 я работала потом восьмого 9 8 ну я вам про праздники вообще рассказываю восьмого я к дедушке пошла потому что к дедушке кстати мне брат позвонил чтобы я посидел с племянником я иду к дедам деда поздравлять говорю привозить туда вот мы где-то еще посидели у него настойку я выпила он настаивает на водки каланхоль алое мед мед я вообще не люблю но там мед там не чувствуется когда настойку делаешь там градусы чувствуется вот этот алое чувствуется ну и сладость чувствуется вот с ним я настойки выпила хотя у него шампанское было не открывает деда говорю я бутылку не выпью она потом выдохнется пусть до другого праздника стоит вот там с детьми побыла 9 я уже просто дома ну и получается вот вот все это с семьей я видео не хочу снимать мне не хочется сейчас у меня вот один день сегодня выдался я много много видео сразу сниму потом опять у меня загруженные дни что хотела сказать и только вот недавно я стала приходить в норму в плане знаете чего не в плане еда я также до сих пор ем жареную картошку но вот вчера еще сделала салат морковка майонезь чеснок вот его еще на хлеб мазала еще его и поела короче я сейчас я вот как как ребенок как пожилой человек уже начала выборочно кушать мясо и вообще на дух не переношу вот все как отрезала шоколад насколько любила шоколад терпеть не могу я же говорю вот стала вот по минимуму кушать муж вообще сказал ты вообще перестала кушать ну то что я как раньше на ела он наверное сейчас в шоке от того что я вообще перестала могу мало стала кушать но к чему это говорю в общем никогда не преуменьшайте у близкого человека у человека который которого вы не знаете его вот это состояние болезни вы не знаете как на самом деле он чувствует и я вот преуменьшала у мужа да все говорил что ты как тряпка раскисаешь что-то болеешь вечно сама я никогда не раскисаю но у меня было такое чувство внутри, я хотела прижаться, чтобы меня пожалели. Ну, я бы прижалась к мужу, он бы меня пожалел, но я почему-то вот у меня внутреннее сопротивление, думаю, сама же на него орут, тут ещё я сейчас раскисаться буду. Он хотя упрёком бы не сделал бы мне, не сказал бы ничего, но чисто я психологически, внутренне не хотела вот это показывать, что мне плохо. И вот только недавно, я целый месяц, да, будем говорить, восстанавливалась вот после вот этой непонятной болезни. Сама болезнь протекла, как попала, непонятно для меня. Фактически я её не лечилась, потому что что там лечить? Кашля толком не было, ну, прочихалась, а в нос не заложен был, горло не болело, ну, температура там два дня побыла и всё. Чё лечить? Нечего было лечить. Но после болезни это состояние вот этой вот апатии, вот этой вот ничего не хочу, как ни странно, ещё на работу, как я бегала. С удовольствием причём. Вот, про это я вам рассказала. Так что вот такие вот дела, девчонки. Ну и к чему ещё, ну, коль я уже всё тут рассказала, я ещё хотела рассказать про пищевые добавки к похудению, коль я начала, да, с начала видео про похудение говорить. Пищевые добавки для похудения, они работают только тогда, когда вы худеете. То есть, вы меняете полностью культуру еды, ну, культуру пищи в еде, да. То есть, если вы жрали, как не в себя, соответственно, вы уменьшаете порции, там, я не знаю, на каких-то диетах, то вот эта вот программа к похудению, наша, фаберликовская, калорий блок, потом биоси контроль веса, метаап, гидраин, вот это вот очищение, там, чаи очищающие, про чаи очищающие, я отдельно сейчас скажу ещё. То есть, это идёт помощники. Чисто на них вы не похудеете. Только исключительно тогда, когда вы, ваш мозг скажет, я хочу похудеть, и вы начинаете вот этот свой рацион, да, менять питание, физическую нагрузку, можно даже включить, но это не обязательно. Только тогда эти добавки пищевые вам помогут. Они работают на метаболизм, на кишечник, ну, у вас перестройка, естественно, вы кушали, 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 тут прекратили кушать, да, изменили пищевые пристрастия, там, изменили рацион свой. Естественно, организм в шоке, и вот это вот всё помощники. У меня в данном моменте контроль веса. Я хочу сказать, что я больше никогда такое не куплю, никогда такое больше не куплю, гидраин и метап у меня уже нет, гидраин я даже, по-моему, а, нет, брала, метап я брала, я больше не куплю. Вот калорий блок. Вообще, тут очень состав классный у всех, у всех прям состав классный, их можно даже пить не как помощники для похудения, а именно для каких-то целей, да. Если так вникнуться, у меня есть видео на канале, где я подробно про каждый продукт снимала, я прикреплю, если не забуду, я там разбирала каждую вот эту вот, из чего состоит, вот эти вот калорий блок, там метап, гидраин, каждую разбирала, каждую траву разбирала, да, каждый ингредиент, будем говорить, так я разбирала. Контроль веса я не разбирала, но принцип, в принципе, такой же, тоже тут состав хороший, можно, кстати, принимать не только для похудения, да, как помощники для похудения, но еще для других целей, но для этих целей у меня есть другие пищевые добавки, поэтому это я больше никогда не куплю, по той простой причине, что я, мозг пока мне не говорит сидеть на диете, я себя в этом весе ощущаю не то, что комфортно, я уже давно в этом весе, с 21 года, я немножко худела, немножко опять набирала, я такая всегда была, то есть я уже привыкла к этому весу, конечно, для суставов это плохо, для сердца нагрузка, да, но хочу сразу сказать, что есть люди полные, которые проживают 90 лет, а есть худые, которые умирают и в 50, и в 60, это от этого не зависит, единственное, качество жизни ухудшается у полных людей, могу сразу сказать, что и у худых, у стройных людей, тоже не всегда хорошее качество жизни, у меня две только на моей памяти знакомых, которые весят меньше 50 килограмм, ну уже в таком приличном возрасте, да, к 40, причем одна рост высокий, другая чуть пониже, да, и тоже качество жизни, тоже болят кости артрит, у одной и у второй, так что, как говорится, болезнь не только у полных людей, болеют и худые люди, имейте в виду, что если мне комфортно в этом весе, да, я так и буду ходить, то есть если я вот не хочу кушать ничего, меня никто не заставит, я буду есть жареную картошку, вот что я хотела сказать, вот это вот мой подход к похудению, и тот момент, вот я наконец-то осознала в 42 года, 43 мне год, что все-таки надо жить так, как хочу я, надо жить не так, как хочет кто-то, а так, как я хочу жить, надо кушать не то, что полезно, а нужно кушать то, что ты хочешь, я допустим, я пришла к этому только недавно, я раньше думала, вот полезно покушаю, так и не полезно же тоже хочется, и ты и полезно кушаешь, и не полезно, и соответственно ты полнеешь, а сейчас я придерживаю, в принципе, буду кушать то, что я хочу, полезно это не полезно, меня это мало интересует, все, вот это вот сейчас мой такой принцип, дальше, ну это к теме тому, что я больше не куплю, продолжаю, да, пищевые добавки, и больше не куплю, без необходимости, очищающие травяные сборы, гидрайн даже новый, он у меня уже год стоит новый, я не открывала, и детокс морнинг, еще есть вечерний, вечерний я не брала, ну этот я еще открыла, попила, наверное, вот, нет, они хорошие, возможно, все, я не куплю их, потому что мне это ни к чему, до меня только, можно сказать, недавно дошло, зачем люди пьют очищающие травяные сборы, вообще, нормально, адекватный человек будет пить их тогда, когда у него запоры, у кого нормальный стул, пить это не нужно, у меня нормальный стул, зачем я купила, если у меня нормальный стул, давайте скажем так, что запоры, это тогда, когда ты три дня не сходил в туалет по-большому, все, на четвертый день можешь считать, это тем более не единожды, а вот постоянно, да, то это можно считать у вас запоры, плюс стул, да, по состоянию стула, смотрите, есть жидкий стул, есть твердый стул, да, будем говорить вот этим вот бараний горох, ну, когда они в туалет ходят, вот это вот идет уже запоры, что такое диарея, что такое диарея, я не говорю про отравление, я не говорю про там, что-то еще, да, которое способствует там, допустим, лекарства какие-то, я не про это говорю, я говорю про тех людей, у которых постоянно жидкий стул, что такое диарея, диарея, это когда вы больше трех дней, и больше трех раз в день ходите с жидким стулом по-большому, не важно болит, вернее, важно, что у вас ничего при этом не болит, вот, это уже диарея считается, у меня я хожу ежедневно, могу два раза сходить, три раза на моей памяти, это крайне редко бывает, ну, вот два раза точно могу сходить, стул у меня нормальный, запорами я не страдаю, и зачем я купила чай, для того, чтобы очиститься, для чего? Очищение, если это запор, это важно, а очищение, если у вас не запор, зачем вы принуждаете, до меня дошло, ну, недавно, да, зачем я буду принуждать свой организм опорожняться, для чего, если у меня нет отравления, если у меня нет запоров, для чего я буду принуждать свой организм опорожняться, это то же самое, что и анорексия, да, люди, анорексия, это что, это человек, который не воспринимает уже еду, всё. То есть он начинается с чего? Ну, это с головы, всё, это всё из головы у нас. Начинается с того, он поел, пошёл, вырвал эту пищу, принудительно пальцы в рот засунул, принудительно. А наш организм работает именно так, на нас. То есть у него есть память, у нашего организма. Если человек постоянно пищу вовнутрь, как говорится, сует, а потом её принуждает оттуда, ну, то есть рвёт его специально, то память организма, вот желудочная память, вот этот рефлексогенный спектр, я по-научному не знаю, вы не подумайте, я тут никого не учу, я просто своим таким народным языком изъясняюсь. Да, они ослабляются, у желудка есть память, да, вход в желудок, вот эта вот зона, она ослаблена, то есть всё, пищу не принимает, и всё, и у вас потом пища не идёт, вы просто рвёте её назад. Так же и с очищающими чаями происходит. Если вы постоянно будете принуждать свой организм без надобности, извините, по-большому в туалет ходить, для очищения кишечника, я не говорю про те моменты, когда у вас какая-то, допустим, там, я не знаю, колоноскопию пройти, там, допустим, ещё что-то, да, там, к парактологу, ну, всякие, да, вот эти вот обследования, я не говорю про них, я вообще, вы принуждаете свой организм к тому, что у вас, ну, то есть вы кишечник принуждаете к тому, что вы всё, у вас даже, у вас в скором времени от этих чаёв, если постоянно пить, будет, извините за выражение, вот эта вот болезнь недержания кала. Вот есть такие болезни, но это и есть психическая болезнь, а это вот если вы постоянно будете очищающей травы пить, в общем, постоянно очищать свой организм. То есть тут желудок, привыкание, да, память организма, там, извините, кишечник, там тоже привыкание и тоже память. В общем, я пришла к тому, это я к тому говорю, что я больше такие чаи без надобности, просто от того, что почистить кишечник, зачем, я не буду. Я прекрасно хожу в туалет, и для этих целей я брать его точно не буду. Пусть там они как-то деликатно, что-то относятся. Есть, кстати, мама одно время вот эту ласточку пила, потом клизмы делала. Помните, раньше похудение было в 90-х, у меня мама тоже полная всегда боролась с лишним весом. Помните, в 90-е были вот это вот раздельное питание и очищение клизмы. Я ещё удивляюсь, как у неё вот это вот, извините, как здесь вот, как это, спектр вот этот вот, ну то есть вот эта вот трубочка, да, куда там проходит желудок, поджелудочную. Так же, как и там, я ещё удивляюсь, как оно до сих пор у неё держит калп. Извините за такие подробности. Опять-таки, кишечник мы очищаем только по необходимости. То есть, если у вас запор, если у вас какие-то процедуры, да, обследования, если вы отравились, это естественно, а в других целях нет. Ни кишечник, ни желудок мы очищаем. Потому что у нас, у нашего организма есть память. Память. Если вы постоянно эти манипуляции будете делать, из месяца в месяц, из года в год, то вы постоянно, извините за выражение, срать будете и рыгать будете. Ну, не рыгать, рвать. Я так уже грубо говорю. Ещё тот момент. Я, конечно, грубая, да, девушка. Ну, женщина молодая. Ну, позвольте меня себе девушкой назвать. Имею право. Я грубая, конечно. Ну, и знаете, что, когда я, может быть, это кого-то напрягает, да, когда я снимаю видео, я абсолютно забываю, что я на камеру снимаю. Вот я камеру не боюсь, но к тому, чтобы камеру не бояться, нужно приучить же себя. И когда я первое видео снимала, я приучила себя, что я разговариваю с подружкой. Вот память, видите, как работает. И вот сейчас у меня до сих пор в памяти такое, что я разговариваю с подружкой. В общем, я с вами разговариваю как с подружкой, и поэтому у меня, возможно, будут и матюки, нет-нет, вылетать. Слова такие грубые, да, не из русского, так сказать, лексикона, да, возможно, будут вот это всё вылетать. Я сразу дико не то, что извиняюсь, нет, я не извиняюсь, потому что я не чувствую себя виноватой. Чушь, извиняюсь, если я не чувствую себя виноватой. Просто, ну, я такая, какая есть, да, я вот, я, естественно, без какого-либо выпендрижа. У меня, может быть, и неправильная речь. Я вообще спокойно отношусь к неправильной речи. Вообще спокойно. У меня не тонкий внутренний мир, как сказать. Я к этому нормально отношусь. Но мне больше всего волнует всё-таки отношения людей друг к другу. Но это тема уже другого видео. Сегодня я, может быть, уже не сниму. Время уже около шести. Сейчас будет видео уходовое. Я сниму, и всё. Я уже буду готовиться на работу. Завтра мне на работу. Ну, надеюсь, мой обзор был для вас полезный. Какую-то информацию я до вас донесла, да. Своё состояние я рассказала после болезни. Пишите вы, как вы реагируете, что у вас происходит в жизни, и вообще, как вы с этим справляетесь, да, после болезни. Ну, а с вами была Людмила Хамула. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok